здравия желаю новобранцы рядовые тираны маршала на связи штаб игрового спецназа смены связи с тыван создатель мы продолжаем это может быть даже заканчиваем заполнять журнал отчета по делу бесконечное лето мод одержимая вот мы сейчас находимся в домике мику и собираем вещи потому что мы уже готовимся к отъезду так отлично телефон вроде на месте стопа где нож я точно помню что брал его с собой именно именно это хоть и не помню до мельчайшей подробностей короче так через час жду короче так через час ждут тебя около автобусной остановки приходите с собой фонарик спички да и так далее ну его я нож возьми на всякий случай а то мало ли что так точно то есть он сейчас у нику да и фонарик куда-то пропал вместе со спичками так так надо успокоиться так как говорил голос ему должно быть и рациональное объяснение передумаю стоит ли проверить телефон на наличии сетил а то мало ли даже такое скорее всего может случиться здесь упс не понял как-то понимать как он черта кто это сделал мой телефон найден и мягко говоря не в самом хорошем состоянии работ теперь точно уж не будет тут без шансов кто-то же его рак тоже его разбил остается лишь догадать этот раздался скрип двери я спрятав карман телефон свои куртки мигом обернулся но это мику наверняка да конец смотрел но там учета какая-то нужно нужно правильно правильный ответ и делать что тут такой нет только не это о боже за что за такой за закон подлости такой опять лаги пошли тоже делать что же делать что же делать что же делать точно окно тут же я тоже рванул к нему открывайся же и спустя многочисленные попытки его открыть до меня наконец зашло что оно оказывается теперь наглухо забито гвоздями со всех сторон да она не нормальная первое о чем подумал я так 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 сразу по звуку прозвучало сзади а чё сразу мурашки побежали по коже я тебе тут по всему лагерю ищу а ты оказывается вот не значит все это время был ага и это все просто нелепая случайность ага вот так возьму и поверю что я всего лишь на секунду скачать все ухожу вот дмитрина просто попросила да без разницы почему ты тут темочка просто я хотел с тобой кое о чем поговорить ты не против если так будут тебя называть признесла она вновь с какой-то какой-то сам ужасающий ухмылкой и зачем-то закрыла с собой на замок за свой дверь после чего сам ключ спрятал под свой бюстгальтер мику ты что делаешь ты не бойся просто так не надо просто так надо опять она что-то неладное задумала скорее всего скорее всего бесполезно будет во все горло орать спасите насилуют и с другой стороны она сейчас вроде нормальная но все равно нужно быть на чеку и о чем же а ты угадай так нужно что-то придумать срочно что-то придумать придумал попробую разговором отлич то от планов какими быть они были может лучше расскажешь о музыкальных инструментах ну примерно на чем вообще больше нравится играть на гитаре, на рояле ну если подумать то оба инструмента по-своему хороши например за роялями сразу становится так спокойно и умиротворенно словно попадаешь в другую реальность ты даже не представляешь какое это блаженство когда становишься одним целым с музыкой ты души на душе ты сразу за спокойно спокойно мысли гораздо легче собрать в кучу начала щебетать она настолько быстро что ей еле как мог разобрать и даже половину слов о чем мои уши сразу дали о себе знать блин может зря я ее разговорил вот представь я еще часто прямо во сне придумывал всякие композиции для него а потом записываю, начну их исполнять они были настолько прекрасными что словами не описать ты обязательно должен будешь послушать а вот гитара скорее не для не для расслабления а для понятия настроения хотя может для расслабления тоже если всякие грустные и медленные мелодии играть но это еще зависит на какую именно играть у меня их если ты не знал аж целые две а электронная и акустическая хотя стоп кажется была еще и третья еще одна акустическая кажется она где-то в кладовке там завалилась или ее отдала до Алисе или нет может электронная хотя это же Алиса и был только рок значит все таки получается что электронная так стоп ты специально что ли пытаешься сменить тему наконец дошло до нее нет что ты нет конечно просто вот тоже сочинил мелодию хотелось бы тоже начну исполнить после этих слов она тоже захлопала в ладоши превосходно сегодня же и сыграешь мне и даже не думай отвертеться язык мой враг мой все давай угадывай не отстану пока не ответишь нет уж буду продолжать стоять на своем блин не знаю насчет музыки ну ну не знаю минуточку ну тут ребят все таки придется мне все таки как-то ну первый вариант выбираем кстати а что ты думаешь насчет музыки ну чем она тебе так нравится в смысле не на определенных инструментах вообще вся музыка ну это трудно описать словами об этом можно говорить бесконечно но я все же попробую я люблю музыку я обожаю музыку а жить не могу я жить не могу без музыки музыка это моя стихия мой мир поэтому она доставляет мне колоссальное удовольствие занятия музыкой расслабляют меня и способны поднять настроение в момент грусти а еще а что еще рассуждаю а что еще расскажу в следующий раз потому что ты так и не ответил и даже не пытайся меня запутать от ответа никуда ты не денешься да похоже ты граф дурачка а только потеря времени придется играть по ее правилам ты хотела поговорить о Миша Мику сразу удивилась Миша? а он тут при чем? ну не знаю стоит ли ей говорить да просто первое что пришло в голову давай рассказывай иначе иначе что? иначе укушу да уж серьезный угроз даже нечего сказать сарказмом подумал я только не говори что она серьезно так ладно была не была может после этого она успокоится просто Ольга Дмитриевна собралась его переселить к тебе они ну не ужились а почему именно ко мне? а как же ты? а меня к себе она посчитала это лучшим вариантом и ты так легко согласился ну с ней практически бесполезно спорить она все настаивает на своем как не старался ну как то так это просто неприемлемо я с ней обязательно об этом поговорю нет нет не нужно ее ее не уговорить прям таки крикнул я нужно ты останешься жить у меня так стоп я же совсем не о том думаю ты же мне так и не ответил верно так что попробую говорить еще раз сдаюсь я не знаю хорошо больше не буду томить обо мне нет и тут мне словно ком встал в горле уже она собирается говорить об ее странном поведении не жалея я теперь узнаю всю правду и я слушаю вот скажи мне почему ты постоянно меня избегаешь почему сразу бежишь куда-то когда я появляюсь за поворотом вот вчера вот и вот вчера ну и вот вчера ты всю ночь где-то пропадал будто специально не хотел в домику ночевать и меня не видеть а мне тогда так грустно было все ждала и ждала чего то есть выходит что она вообще не помнит ничего из того что творила да вообще не в курсе о своей держимости ждала зачем просто чтобы меня чтобы хотя бы пожелать спокойной ночи я переживала темочка скажите только честно ты меня ненавидишь я что-то не то сделала или со мной что-то не так пожалуйста только не ври я хочу слышать лишь правду ничего кроме правды какой она не была чуть ли не в плач произнесла Мику да что это такое не успел я ни с ним заговорить а уже до слез довел где же ты внутренний голос когда-то так нужен ну не буду же и говорить все как есть по-любому не поверит это посчитает бредом или отмазкой да даже если поверит то скорее всего вообще впадет в панику нужно ли мне это говорить нет все не совсем так просто просто это сложно объяснить а ты попробуй просто скажи или я тут же исправлюсь тут же изменюсь все сделаю ради тебя я ведь тебя люблю любит сразу же мысленно произнес я одними губами и сердце сразу же бешено забилось мне это не послышалось она это в самом деле сказала я был настолько шокирован услышанным что вообще не мог сейчас рационально размышлять от всего пережитого за сегодня и приступа паники было словно каша в голове и так хотелось ответить из заименностью но обстоятельства в полном смысле это условно не позволяли нельзя просто нельзя нельзя поддаваться искушению не известно чем это все кончится вот я отреагировал в ответ я отреагировал вот там может как угодно и тогда все заражениями избежать но как же как же хочется это сказать это просто несправедливо за что савенок так со мной за что мне все это ну почему 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 так почему одержимая именно Мику это не честно был бы на ее месте кто-нибудь другой было бы все совершенно иначе я бы смог спокойно ответить нет как как же этот мир несправедлив несправедлив по отношению ко мне по отношению к ней я не могу не могу смотреть на то как она страдает прям таки хочется зарыться и впасть зарыдать и впасть в уныние и задать всего лишь один важный вопрос почему но ответы на него мне видимо не суждено услышать скажи пожалуйста не молчи я пойму если просто тебе не нравлюсь мне достаточно будет одного лишь слова да блин как теперь быть то кто-нибудь дайте мне хоть какой-то знак это все из-за моей говорливости именно из-за нее прошу ответь Мику послушай все всегда обходили меня стороной никто никогда меня не дослушивал все постоянно все постоянно раздражала моя болтовня даже тут в лагере все это все то же самое целыми днями сижу в своем маус-клубе никому нет до меня дела только Алиса иногда заходит за гитарой и все всем на меня плевать в том числе и Ольге Дмитровне которая на мое отсутствие на линейке даже не обращала внимания как же устал от одиночества родители говорили что здесь мне будет хорошо что здесь все изменится что здесь могу найти себе друзей а как же Лена и Алиса удивился я так ты уже с ними знаком на самом деле трудно их назвать друзьями так как даже они меня через силу терпят да вообще я с ними толком то не разговаривала поэтому я пытаюсь отдаться в музыке музыка это единственное что помогает не избавиться от всех пессимистичных мыслей и уйти куда-нибудь далеко-далеко где все хорошо потому что я никому не нужна мне нужна сам то не осознав машинально ответил я и только спустя пару секунд походился да твое так что вдруг тут же у Мику тут же улыбнулась да так ничего нет точно что-то сказал да нет точно послышалось сказал 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 я все слышала и что тебе прикажете с ней делать я тебе правда нужна правда правда спросил она настолько милого покраснешь что просто грех был ответить нет делать такое лицо и спрашивать что-то подобное разве законно вообще ну это в общем эм можешь не говорить по глазам тебе верь вижу что да и не только довольно таки странным тоном произнесла последнюю фразу то спасибо тебе большое эти два слова так много для меня значит теперь я так рада честно и честно тебе пришло время и мне краснеть ну так ты скажешь почему ты мне избегал прошу мне нужно это знать ясно понятно что от этого вопроса мне никуда не деться но зато она теперь может немного успокоилась может все таки рассказать обо всем как есть может быть она все поймет и будет больше никаких заморочек с этим так мы конечно скажем правду как тут говорится но в следующий раз придумаем отмазку так минуточку так говорим правду так уж и быть была не была рискнул просто дело в том что ты время от времени становишься словно сама не своя кидаешься на меня нападаешь преследуешь не хочу тебя пугать но но как бы тебе сказать становишься будто одержимый какой то что нет нет ты только не паникуй всему должно быть разумное объяснение и его как раз таки пытаюсь как-нибудь найти я одержимый ты только не кричи так я я разберусь со всем этим правда разберусь вот только одержимый я я не знаю с чем это связано и как такое вообще возможно но одержимый одержимый и сразу после этого слова взгляд мику заметно изменился одержимая да я одержимая а ты никуда не сбежишь ты будешь только моим любой ценой любой а вот к такому меня жизнь не готовила и как теперь быть окно то наглухо забито а дверь заперта теперь тебе никуда не деться да что же делать да что делать то думай голова думай и но тот как назло треснул лампочка из-за чего комната полностью погрузилась во мрак ёбушки воробушки что за чертовщина происходит да что за мистика и сразу наступила гробовая тишина мику ты где мику страх постепенно начал охватывать меня я так продолжал стоять на месте готовясь к самому худшему и все на нём и куда она пропала и что не надумает у меня не зарезать тайком сзади так ведь вдруг случилось то чего я уж точно не мог ожидать чего только не говорите что это она снова что-то снова те самые голоса что это так интересно мне саму даже послушать иди сюда нанеслось отмеку отмеку шопотом откуда-то со стороны сейчас сразу рвану к двери открывайся 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 ты до крови что-то рука коснулась моего плеча не сбежишь и услышав это снова дал деру на это раз сторону окна и снова начал пытаться выбить плечом но на то что не пойдешь когда на волоске когда-то на волоске от смерти что за бред она неприбываемая что ли и вот такие вот моим и вот таким вот моим великим планом вы не суждено было сбыться ну блин плохая концовка значит ну ладно так как нику прям таки с разбега набросилась на меня ему оба упали прямо на ее кровать чтоб не понял ты что задумала то что нужно это были последние что я услышал прежде чем понял что это все мне кранты проще говоря это был как так как больше так как что будет дальше я точно не переживу надо же надо же так было вот так вот просто все загнать в ловушку гейм овер концовка за заглушкой поцелуи смерти ну что могу сказать ребят такая ну как бы авторы данного могу мода могут как бы сказать всем принести такого вот как небольшого драйва во по я вот сейчас вот ты читал все это вот блин лук прям блин это эти сейчас адреналин когда такой был а вот блин я просто блин вспоминал где у нас находится вот в истории михалыча оказывается на в дополнениях типа сейчас достижение давайте посмотрим достижения так кина не будет иллюминаты идут следят идут за тобой поцелуи смерти хуже уже не будет наверное ну что могу сказать ребят конечно же я сейчас вот задаюсь вопросом как я буду выбирать и ну короче я продолжу экспериментировать с концовками может там что-то такое получится найти еще что-то будет конечно несомненно прохождение истории михалыча то есть я обязательно его пройду а на этом у меня пока что все всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока спасибо за просмотр всем пока и и